Подобный эксперимент в Забайкальском краевом суде уже проводился ровно год назад. Тогда роль журналистов примеряли на себя служители Фемиды. Вместо доказательной базы судьи собрали настоящий выпуск новостей, основываясь на железных фактах и своей практике. А вот журналисты сегодня начали с малого. Вначале помучиться пришлось с особым профессиональным облачением. Тяжелая мантия ложится на мои плечи и такая же тяжелая ответственность. До недавнего времени мантии отшивали специальных ателье из плотной шерстяной ткани. Летом зачитывать уголовные тома и длинный приговор в таких условиях было очень тяжело. Сегодня одежда судьи шьется из более легких материалов. Носят ее и зимой, и летом, а меняют лишь один раз в три года. На пошив одной мантии требуется не менее шести метров черной ткани. У мужчин допустим только белый воротничок. А вот женщины судьи могут дополнить мантию Жабо. Вообще стало нормой, что в любом открытом судебном процессе журналист имеет право присутствовать, как-то фиксировать это и потом делать свои какие-то материалы, репортажи. Мы хотели в этот раз немножко поменять местами судью и журналистов. В этот раз решили на плечи журналистов надеть эту тяжелую судейскую мантию, настоящую, которая впитала в себя, наверное, боль и горе тех судебных процессов, которые судья в этой мантии провозглашал свои решения и, в общем, проводил судебные следствия. Вся тяжесть процесса стала очевидна, как только на бумаге появились реальные фигуранты уголовного дела. Перед глазами сразу же всплыла картинка жестокой расправы на чабанской стоянке. Колени задрожали, а в голосе появились железные нотки. Но бежать журналистам было некуда. В зале суда даже окна под надежными замками. Мы это все-таки делаем несерьезно, понимая, что здесь никаких подсудимых в клетке нет. По-настоящему. Не по-настоящему. Мы серьезно делаем, но просто, ну да, не по-настоящему. Да, я представляю, какие впечатления могут быть у судьи, когда здесь находится человек, который слушает этот приговор, особенно когда приговор очень серьезный и с многолетним отбытием решения свободы. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначить 15 лет лишения свободы без штрафа в исправительной колонии строгого режима. Дарья Пьяникова, Андрей Шаронов. Время новостей.